Сегодня Путин выступал на Валдае и наговорил, как всегда, черт знает что. Исходя из названия эфира, когда закончится война, по моему мнению, она может закончиться только со смертью Путина. И сейчас Путин это очень хорошо подтвердил, что пока есть Путин, всегда будет война, потому что он преступник, причем такой закоренелый, убежденный преступник, малифиик, такой мелкий жулик. Такие люди обычно, если ему дать палец, он всю руку заберет. Если его не наказать, он будет совершать все более тяжкие и все более страшные преступления. Это классика. Поэтому, если с Путиным пойти на переговоры, он будет продолжать совершать все более и более тяжкие преступления. И это совершенно очевидно. Я, конечно, не могу сейчас речь Путина воспроизвести. Обычно мы с вами набираемся терпения и его речь зачитываем с грехом пополам, потому что противно. Здесь я тезис прочитаю, который он выдал. Ну, наносить ядерный удар для России не имеет ни политического, ни военного смысла. Путин заявил. Понятно, что это не имеет никакого смысла, но Путин, тем не менее, нанесет такой удар, потому что, я говорю, он зловредитель, малифик. И обратите внимание, что он не говорит, он делает всегда наоборот. Про пенсионную реформу, помните? Про всякие эти национальные проекты, про какие-то 2020 планы. У него были 2020, там, с бешенными зарплатами и так далее. То есть, где все это? Он все сделал наоборот. И здесь, я думаю, он также сделает все наоборот. Россия должна была что-то делать с Донбассом, надо было что-то для себя решить, но признать независимость и бросить неприемлемо. Независимый Донбасс, без исключения его в состав России, не выжил бы. А Россия выживет с исключением Донбасса. Вот вопрос Путин. Он президент Донбасса или президент России? Он президент России, хотя нелегитимный абсолютно. Я его не избирал, много кто не избирал, но числится. Значит, он должен заботиться о судьбе России, народа России. Как он заботится вверх в войну, которая абсолютно никому не нужна, потому что даже не ясны цели этой войны. То есть, каких-то победить фашистов там и так далее. Ну, сказал бы, мы хотим захватить Украину. Понятная цель. Хотим убить всех там украинцев. Тоже понятная цель. А здесь какие-то непонятные цели. То есть, он выдает определенные цели, а делает совсем другое. Рассказывает о том, что он каких-то нацистов там собирается убивать. А где он там их видел, этих нацистов? Он сам нацист. Вот в чем проблема. Россия должна была... А, так. Мы, что ли, совершили на Украине госпереворот? Ну, я так понимаю, что он в том числе. Благодаря кому Янукович пришел к власти? Ну, давайте говорить откровенно. Благодаря кому пришел к власти Янукович? Сам по себе мальчик, что ли, Янукович? Или там Медведчук этот, сам по себе мальчик? На чьи деньги они работали? С кем они вместе воровали? С Путиным воровали? Артист тоже. Янукович на меня обиделся, но у него в 2014 году было мало шансов. Вол, ты дурак полный. Вот представьте, я, конечно, как бы ни в коем случае его в 2014 году к этому не призывал. Ну, вот вернувшись назад, вот представьте себе, 2014 год, и Янукович, ну, под давлением Путина подписывает бумажку с просьбой, там, Путину, благодетелю, введи войска и так далее, и так далее. И долго бы Украина продержалась. И помогали бы западные страны оружие. То есть, Вова стратегически проиграл. Он потерял главное, он потерял время. Представляете, какой идиот. То есть, у него, как говорят, дорого яичка Христову дню. И такой ублюдок еще там вылазит и что-то пытается рассказать, как он тогда правильно поступал. А вот сейчас он еще более правильно. Но поэтому Россия и в жопе, что каждый раз он все более правильно и правильно поступает. В конце концов, поступит так, что от России вообще ничего не останется, если мы его, этого Вову, не убьем. Ситуация для России становилась бы только хуже, если бы она не начала спецоперацию на Украине. Как бы она становилась хуже? Как для России становилась бы хуже ситуация? Приехали бы в Россию, кого-то убили? Нет. Всех убил Путин, отправив на Украину. В Украине бы люди погибли? Нет. Никто бы не погиб. Что, притаскивали бы хаймерсы, и они бы стреляли? Да они до сих пор не стреляют по территории России. О чем это гнида говорит? Представляете, сейчас они выдумывают причины. То есть, это было желание Путина, это была ненависть к украинцам Путина. Они сейчас выдумывают причины, почему Путин напал на Украину. И каждый что-то, и сам Путин выдумывает. Было бы хуже. Ну, позвольте, ну расскажи, как хуже было бы. Что было бы? По пальцам загибая это было бы, это было бы. Погибло бы больше ста тысяч человек, как сейчас. Нет. Что может быть хуже этого? Что может быть хуже убийства такого количества славян? Ну, и так далее. Что касается России, у нас есть издержки. Прежде всего, это касается потерь, связанных с специальной военной операцией. Я все время об этом думаю. Чего он думает? У него мозгов нет. Об этом он думает. Блин, просто придурок. Если бы он об этом думал, он бы не вверг Россию в войну, в которой такие потери. Да вообще бы не вверг ни в какую. Зачем? Ну, какая цель? Убивать украинцев? А зачем? Вопрос возникает. Зачем? Это национальная идея русских убивать украинцев? Бля, безумие. Украина исторически складывалась, как искусственное государство. Блин, вопросов нет. Вопросов нет. А путинское государство не искусственное. Это машины для подавления. Что такое государство? Государство складывалось у него как искусственное. И что? И нужно прийти и убивать народ, что ли? Если там ты считаешь, что чье-то государство искусственное. Безумец. Российский и украинские народы – единый исторический факт. И поэтому он устроил такой рок-н-ролл, что украинцы будут ненавидеть русских еще тысячу лет. Для этого он это сделал. Что те русские люди, которые живут на территории Украины, называются сейчас украинцами. Они стесняются того, что они русские. Представляете, какой барбос? И такой, ты народы едины. И что же ты сделал с этими едиными народами? Отчасти, да, идет гражданская война, несмотря на то, что мы, украинцы, находимся в разных государствах. Вов, не об этом ты говоришь. Гражданская война идет на территорию России. Она будет все больше усиливаться. И ты эту войну начал. Вот в чем проблема-то нашего народа, что один клоп, такой таракан, начал такую войну, начал воевать с Украиной. Начал воевать внутри России. Что ты, первый день, что ли, воюешь? Еще до того, как на Украину напал, воевал. Но я думаю, что теперь уже он не выскочит из рук у нас. Единственным настоящим гарантом суверенитета могла бы быть только Россия, которая ее и создала. Безумец какой, вообще просто безумец. Гарант суверенитета России. И поэтому гарант суверенитета нападает на Украину, говорит, что государство искусственное. Какой же гарант суверенитета, если говорит, что Украина искусственная? Представляете, вот это биполярка, самый натуральный. То есть, с одной стороны, он тут говорит, это государство искусственное, его надо уничтожить там и сделать что-то неискусственное. А с другой стороны, говорит, Россия могла бы быть гарантом. Искусственного государства Украина могла быть гарантом. Но он же так рассуждает. Безумец вообще. Безумец.